Я из Барнаула, Сергей Попков, православный христианин, проповедую Христа Распятого Воскресшего. Вы веруете в Бога? Верите, что Бог есть? Да, конечно, это без вопроса. Я знаю, есть Бог и есть, пророк и есть. Все, что Он создал в этом мире, это все существует, короче говоря, чистого для нас. Спасибо Богу, спасибо Аллаху, чтобы Он создал для нас все, что надо. Вы мусульманин, я так понимаю, да? Да, да, я чистил вас мусульман. Коран читали? Коран, да, читали. Читаете, да? В мечеть ходите? Да, да. А что в Коране написано о пророке Иса, о Иисусе, о нашем православном Боге? Я, я, это, ну, пророк вот Иисусе, я поднимаю, перезнаю, то есть, перезнаю для себя пророк. Он мой пророк. И в Коране об этом пророке что там сказано? Там написано, это пророк Иисус, как пророк Мухаммад. А кто раньше родился, Иисус или Мухаммад? Пророк Иисус. Ну, а как, а Мухаммад в каком году родился? Я, честное слово, вот, в 600... Да, в 6 веке. Да, в 6 веке. А как может быть Иисус, быть пророком Мухаммада, если он 6 столетий раньше до этого жил? Нет, это, я точно вот об этом вот не могу вам ответить. Вот, а именно вот пророк Иисусу, я точно не знал, он когда родился. Ну, сегодня какой год? И какой вот именно, Коран написан, или это самое, наше, вот, который вот? Ну, который, который наше, который наше сейчас. Вот, точно не знаю. Ну, сейчас, какой год на дворе? 2019-й, вы с этим согласны? Нет, это все-то мне не согласны. Не согласны? Нет, нет, не согласны. Ну, вот, все, все верят, что сейчас 2019-й год от Рождества Христова. Вы сейчас говорите, что Мухаммад родился в 650-м году. Да, да. В 650-м году от Рождества Христова. В эти столетия идет от Рождества Христова и до Рождества Христова. Там, говорится, наша эра, до нашей эры. То есть, наша эра христианская, вот она от Рождества Христова идет. От Рождества Христова вы сказали, что пророк Мухаммад родился в 650-м году. Я задаю вам вопрос, как же тогда пророк Иса может быть пророком Мухаммада, если он 6 столетий раньше жил? Вот, ну, может, там, что-то вот неправильно вот на... Ну, как неправильно, вы сами сейчас сказали, что пророк Мухаммад родился в 650-м году. Да, вот, нет, я просто точно вот этот вопрос вот не могу ответить, точно вот. Ну, вот вы, да, вот вы пополезете, вы спросите у имама этот вопрос, задайте, вы же ходите в мечеть, как так? Так, извините, извините, я вот, я вам перебью, это, вот, ну, я, честно говоря, да, я такой человек, я только веру, я только веру Бога, и который Он послал для нас, пророку, вот, сколько бы Он для нас вот послал пророка, я это верю, и Корана верю, и имам, короче, вот, ну, он сам тебя вот разговаривает, я им, короче, не верю. Ну, смотрите, вот, я сомневаюсь, вот, в достоверности Корана, который говорит, что Иса, это пророк Мухаммада, это вы сейчас сказали, а я утверждаю, что Иисус, Он жил раньше Мухаммада на 6 столетий. Да, 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 самое последнее получилось, это, самое последнее, вот, получился, короче, вот, ну, пророк Мухаммад, а до этого, я не знаю, какой вот год был, да, какой вера был, да, вот, это самое, до этого Иса, вот, это самое, вот, ну, то есть, Мухаммад был пророк, вы говорите, пророк Божий, Иса, пророк Божий, только Иса, Иисус жил раньше, на 6 столетий, вот. Да, 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 вот, ну, да. Да, то есть, он был пророк, пророк Аллаха, как вы говорите, Иса, и Мухаммад, то есть, это два пророка были Божьих. Нет, 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 это больше, больше, в Коране больше написано. В Коране больше написано. В Коране больше написано, чем что? Да, вот, ну, у нас, у нас, ну, у нас вот пророка. А какие еще пророки в Коране там есть? Вот, это, ну, есть, это самое, есть Смайл, вот, который, вот, мой, вот, это самое, у нас вот праздник, вот, получается, Курбан. А до этого вы знаете, Василий? Ну, слышал, там, честно говоря, там, ну, барана вы колете, кушаете, перед этим, да, нельзя вкушать пищи, да, а потом, когда солнце зайдет, вы его... Тысячи чем-то, короче, вот, это самое, пророка, 1200, чем-то, короче, ну, Аллах, короче, послал для нас пророк. Пророк для чего? Пророк, это получилось, короче, пророк наш, учитель, вот, ну, он послал пророка, чтобы нам объяснил, короче, люди, ну, как должен жить нормально, достойно, люди. Вот, Аллах послал, короче, вот, человеку, чтобы нам объяснил, короче, как надо человеку... Ну, хорошо, вот вам Мухаммад объяснил, как нужно жить, а вы так живете, как он велит? Или... Нет, врать не буду, нет, врать не буду, нет. Вот, ну, хорошо, и тогда Бог же вас накажет, если вы не так жили, как Мухаммад учил? Да, конечно, в общем, это будем отвечать. И что будет дальше, вы пойдете в ад? Нет, нет, это, ну, не все, короче, вот сюда будет, это самое, будет, короче, отправлять. Ну, если, вот, допустим, да, вот, ну, ребенок родился, короче, сразу умер, короче, конечно, это он пойдет, короче, это самое, рая. Вот, но есть, ну, если есть люди, а так, я как не уверен, короче, я в рай буду, это, попасть в рай. Я об этом не уверен. Ну, а как по вашему учению попасть в рай, если вот вы уже нарушали этот закон? Да, я закон, я, на说 закону, короче, я не только один раз, много раз, короче, нарушал. но как вы сможете ответить вы скажете да я нарушал бог вас должен за это убить послать в ад уже справедлив уже него уже не обманывал вас когда говорил вам что если будет вы будете нарушать то я вас пущу рай уже не обманщик а вот на этот вопрос вот вот в библия дает ответ на этот вопрос возмездие за грех смерть вы с этим согласны а а дар божия жизнь во христе иисусе господи нашим то есть мы христиане верим что за наши грехи умер христос на христе и воскрес вместо нас и мы по этой вере получаем вот наследство царство небесное христиане и в коране написано горе нам если нас будет судить пророк иса иисус горе вот поэтому я призываю вас уверовать во христа потому что иначе смысла нет если вы согрешили кто-то же должен за это отвечать мы я верю что вот за мои грехи христос умер а за ваши кто умер значит вы должны умереть пойдете в ад а я спасу потому что я принял что вместо меня христос умер я по поводу по поводу библину да а как буду библину я это не для меня тоже себе только книга потому что это не не культура жива это мой пророк вот написал пророк вот иисус да вот а корана то же самое я считаю короче он для меня тоже святой книга а так я буду молить твоего пророка твоего пророка и аллаху буду молить это самое чтобы как-то что-то чтобы он меня против тогда смысл на религии какой но коран учит не делать злые дела человек и все равно делает ну ты то есть говорит делай но попроси прощения и тогда попадешь в рай да что же это за религия такая тогда все злодеи будут злодействовать и витая перед смертью прощения попрошу и в рай попадут это же не несправедливо зло тогда не прекратится никогда на основании одного лишь корана вы не ответите на вопрос нужно вам библию почитать и сравнить коран и библию это я вот но библия тоже знакома кораном тоже знакома но я там а разница не вижу вообще-то разницы не видите да да там корана все что написано но я вам скажу что аллах и бог в библии это разные боги совершенно разные то есть вы по корану верите что бог один мы по библии верят тоже что бог один но мы верим что иисус христос это бог пришедший во плоти а вы в это не верите согласно корану вы верите что иисус христос но он живьем был взят на небо то есть он не умирал за грехи наши и не воскресал и это ваше неверие ну она к чему приводит то к тому что вы вы еще во грехах то есть вы пойдете в ад нет я вот насколько это не согласен вот это ну это был секторе вот нарьяма да это был короче сюда вот сюда вот там появится и пророк ииса а а после он появится парка ручку чтобы вас как это пророка и своей футбе вот вот разница пророк иисуса я не скепоклон короче вот пророк ясус говорит мискепоклон появится он начал объяснить народово народу вот начал объяснить чтобы как надо че он получился вот сколько вас пророк Вот родился, да, вот, а все для нас, короче, учителы, чтобы нам учить. Вот, в Библии тоже написано, вот, воровать нельзя, убивать нельзя, короче, вот, ну, извините, конечно, вот, изнасиливать нельзя. Чужой, короче, женщина нельзя встречать, вот, ну, детям не надо объезжать, старый тебя, вот, если человек старше тебя, короче, нельзя объезжать, короче. А в Коране тоже так же написано. Ну, подожди, дорогой, не так же. В Библии написано, что одна жена. Да, да, да. А в Коране четыре. Нет, 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 Коран так не написано, извините. В Коране так написано. Говоришь, если, если сможешь обеспечивать первой жены, вот, ну, я, есть у меня одна жена, да, есть одна жена. Вот, если я смогу, смогу второе то же самое, содержать, кормить, одевать, обувать, тогда я смогу. Ну, а Библия называют это прелюбодеянием. Нет, 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 нет. Коран, если ты не сможешь обеспечивать как положено, как положено. Ну, хорошо, что такое, по-вашему, прелюбодеяние? Это измена жене с другой женщиной, так? Это, да, измена получается, да, измена. Ну, когда вы берете вторую жену, вы же первой с ней изменяете? Нет, если по законам, нет, не изменяем. По законам. По каким законам? По законам библейским изменяете, а по законам Корана не изменяете, поэтому я и говорю, разные боги у нас. Наш бог христианский повелел одну жену иметь. И не важно, там сможешь ты содержать ее, не сможешь, одна, все, вторую не смей. Это грех, за которое будешь отвечать. Нет, 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 с этим я не согласен. Почему вот Аллах, вот Бог, вот я хорошо, я с вами так буду разговаривать. Аллах, почему вот, ну, второй, вот, третий, вот, четвертый вот, жена вот разрешает? Почему? Потому что женщина больше, чем мужчина, правильно же? Ну, как в песне поется на девять девчонок, по статистике, десять ребят. Ну, почти, ну да, обычно женщин больше. Вот, а женщина больше, чем мужчина, да? Вот, если, вот, допустим, да, хорошо, ну, я вот согласен. Ну, мы, четыре мужчины, да, вот, есть, это самое, восемь женщин. Ну, женщин больше. Ну, это войну, войну было, когда мужиков поубивали, они, тогда женщин больше. А когда войны нету, примерно одинаковая статистика, рождается мальчиков и девочек. Но не так, чтобы, не так, чтобы мужчин было в четыре раза меньше. Нет, нет, неправильно это. Нет, вы меня, вы меня это самое, послушайте до конца, пожалуйста. Вот, Аллах, вот, пророк, вот, это, почему разрешает, короче, Бога, да, вот, чтобы четыре женщины, вот, можно уметь. Четыре женщины. Хорошо, я одну, вот, принимаю, вот, второе, вот, вы будете принимать, а третье, вот, другое будет. А остальные, вот, кому, короче, они будут просто так ходить, что ли? Монарки, ну, а есть же монашки, у вас есть монашки, которые замуж не выходят и не хотят? Нет, нет, у нас есть монастыри женские, они монахини, они живут без мужей, Богу служат. И Библия говорит, что, которая осталась с детственницей, та для Бога, которая замуж вышла, та хочет угодить мужу, а та, которая с детственницей хочет угодить Богу. Так что важнее, Богу угождать или мужу? Нет, конечно, это самое Богу, у вас самое без Бога. Ну, так и вот, у нас в Библии девственность прославляется, а у вас, ну, как, не прославляется, то есть, вот, она обязательно должна замуж, чтобы зачем-то выйти четвертой женой. Да кому же захочется быть четвертой женой? Тебе захотелось бы быть четвертым мужем у одной женщины? Нет, это не так. Ну, так и вот, и ей так же, а вот у тебя есть друзья, у которых по несколько жен, или знакомые, которые вот, кроме ее, еще другие жены есть? Знакомые есть, да, знакомые есть. Ну, и ты разговаривал с ихними женами, каково им, как бы они нормально себя чувствуют, что кроме нее, еще другая есть, что он и с ней спит, и с другой спит, и с третьей, и с четвертой. Об этом нет, я не смогу вот это спить. Не, 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 не это. А с мужьями, которые несколько жен имеют, разговаривали? Да. То есть, именно это нормально. А кроме этих жен, они любовницы еще имеют? Нет, это любовница, это грех. Любовница уже грех, да? Да, да, да. Ну, а если вот он нечаянно все-таки заведет эту любовницу, что, Бог его не простит? Это нет, это, ну, это не прошел на вас и грех. То есть, он в ад пойдет сразу? Да, вот у нас, вот это самое, самое важное, короче, 4 греха есть. Против родителей, если ребенок, против родителей, короче, начинает. Ну, да. Почитаются и мать этого Библии у нас сказано. Да, вот, и женщина, вот, ну, незаконно, короче, встречает, это тоже... Это блуд называется, которая замуж не вышла, а спит с мужчиной, да. Да, это тоже большой грех, вот, это самое. Вот, а потом против отечества, а потом, ну, если какой-то, ну, верши в человеке, верши в человеке, начинаешь, короче, против Бога, вот это самое, настраивайся. То есть, говорит, что Бога нету, вот это вот такое, это и есть грех, богохульство это называется, да. Да, да, вот, это получается, да. Ну, вот, дорогой мой, скажи, ну, а вот если вот все-таки вот мусульманин вот отступился или там соблазнила его женщина там, и... Ну, что теперь он, нету ему прощения, или как? Если ты говоришь, что он непростительный грех, значит, ваш Бог не прощает? Или все же прощает, или как? Ну, вот согрешил человек. Как ему, у вас мулая, исповедь какая-то есть, или что у вас? Ну, я, лично я сам, лично я сам. Вот, Коран, вот, все, что вот понимаю, знаю, я с этим, короче, вот, ну, я хочу, короче, идти. А мулая какой-то, ну, что-то вот начинает мне что-то объяснить, а я с этим не согласен. Ну, хорошо, мулая, допустим, не согласна Корану у вас объяснять. Согласна Корану, вот ты согрешил, ты пойдешь в рай или в ад? По поводу. Ну, если ты согрешил, вот, ты назвал грехи, допустим, вот, ты родители почитаешь? Да, 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 да. Блудом занимался когда-нибудь? Да, я занимался. Ну, вот, значит, ну, вот, как теперь, вот, смотри, ты согрешил перед Аллахом, перед Богом, перед вашим. Он тебя должен за этот грех отправить в ад. Да, я согласен. То есть, ты согласен пойти в ад? Нет, если он меня не будет простить, я хоть в ад, короче, все равно пойду туда. Ну, и смысл тебе тогда сейчас дальше существовать, если ты в ад пойдешь? Нет, ну, все равно, ну, я же должен как-то что-то себе жметь. Я жалею в тотальный момент, я же, ну, хочу жить. Пока я хочу жить. А когда уже он будет меня забирать в тот свет, да? Да, уже, ну, до этого, короче, я полную программу должен открыть. Ты должен в этом грехе покаяться. Да. То есть, попросить у Бога прощения. Но смерть-то должна наступить за грех-то? Бог не может просто так прощать. Должна быть смерть, возмездие за грех смерть. Ты с этим согласен? Да. Поэтому, вот, и Библия говорит, что Христос, которого пророком называется, это и есть самый Бог, пришедший во плоти, который умер сам за наши грехи, имя Ему, любовь. То есть, Он по любви к тебе, не желая, чтобы ты погиб, вместо тебя умер на кресте и воскрес. Вот в это мы верим, христиане, а вы этого не принимаете. Верующий в Сына имеет жизнь вечную в Иисуса Христа, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. Вот за ваше неверие вы и сами в ад пойдете. Потому что возмездие за грех смерть Бог не может обманывать. Либо ваш Аллах обманщик, в который вы верите, либо вы сами обманщики Бога хотите обмануть. Ну как, ты согрешил, ты блудил, ты должен пойти в ад за это. И как теперь быть? А выход во Христе, а вы его не принимаете, вы его за Бога не считаете, вы не верите в это. Я принимаю, вот, я принимаю, вот, вы меня так не говорите, я принимаю. Я принимаю, как я принимаю? Я принимаю, вот, он для меня пророк. Пророк. Почему я вот не принимаю, вот, он не может быть Аллаха сын? Вот. Почему? Вот. Потому что кроме Аллаха не существует вообще Аллах. Мол. Тогда вам придется, тогда вам придется пойти в ад за ваше неверие. Бог-то хочет, вот Бог не желает смерти грешника, но хочет, чтобы все покаялись и попали в рай. Согласен? Да, хорошо. Но и убивать он не может, не убивать он не может грешникова, иначе он не справедлив тогда будет. Значит, тогда он обманывает всех нас, говорит, можно грешить и каяться, грешить и каяться, и все в рай попадете. Хорошо, уважаемый, хорошо, давай будем вот по-другому посудить. Я вот сейчас, да, не тот свет, вот здесь, короче, кому-то я убиваю, или, ну, что ты делаешь? Насилуешь, да, пролюбодеяние, вот как ты говоришь, да. Да, да. Ты просишь у Бога прощения. Нет, давай, это Богу, короче, вот, отойдем, короче, вот, давай вот сейчас вот, просто так, обычно вот в законе будем посудить, я вот кого-то изнасиловал, или кого-то убил. Да. Я перед судом буду ответить, правильно же? Да. Судья сможет меня простить, вот какой-то вот, я извиняюсь, конечно, у меня, простите, вот, ради Бога, вот, 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 я какой-то вот несовершеннен, вот, девушка, да, вот, несовершеннен, лет, я изнасиловал. Вот смотри, ты, допустим, изнасиловал, приходит пророк к судье, и говорит, судья, прости его, убей меня, вместо него. Тебе какая разница, судья, кого убивать? Если по закону твоему, за изнасилование, смерть, ну, или там, 10 лет тюрьмы, сейчас другие законы, более милостивые. Вот это, за это вообще я должен ответить, правильно же? Ты должен ответить за это. Ну, как, ну, ну, а пришел к судье, дал ему денег или взятку, подкупил этого судью, и говорит, отпусти этого человека, он больше так не будет, я за него ходатайствую, убей меня, распни меня на кресте. И судья говорит, ну, ладно, хорошо, его отпустим, и все, так же, как вот с Иисусом Христом, два разбойника распинали, один хулил Бога, а другой говорит, да, действительно, мы виноваты, помяни меня, Господи, в царстве твоем. И один пошел в муку вечную, а другой в жизнь вечную, говорит, Господь, говорит, ныне же со мной будешь в раю. Так и здесь, если ты кого-то изнасиловал, и ты должен отвечать, должен. Но есть заместительная жертва, вы вот барана для чего приносите в этот праздник? А, на что, барана? Да, вы думаете, что Бог примет барана и вас простит, правильно? Нет, 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 нет. А как? Вот, короче, это был так, появился пророк, вот, пророк Исмаил, наш пророк Исмаил, вот, потом, вот, Бог, короче, тот пророк родился ребенок, родился ребенок, вот. Ну, Аллах, короче, воспитает, это самое, воспитание, короче, вот, получается, пророка, вот, через ангел, короче, вот, передают, короче, вот, пророку, говорит, короче, Киря, ради Бога, короче, должен свой сын, короче, голову, короче, оторвать, отрубить, то есть. В Библии, да, это есть, Авраам, да, вот, приносит своего сына в жертву Богу, и он уже было соглашается, потом ангелову останавливать, говорит, не надо, и от этого Авраама пошло семя Авраамова, верующие люди. Да, потом, вот, отправляет Бог, барана, чтобы не делал так, просто испытание, вот, получается, вот, Аллах, вот, короче, испытал своей, это самое, пророка. Да, она на прочность, да, на веру. Да, да, вот, испытал, вот, он согласился, он хотел, короче, своей сын, короче, голову отрубить, вот, а потом появился баран, а за этого мы отмечаем праздник, вот, хорошо, что, вот, пророк и сын не уме, за этого мы барана, короче, верим. То есть, этот праздник символизирует то, что вы готовы ради веры пожертвовать своим сыном? Нет, своим баранам. Своим баранам? А Богу разве бараны нужны? Нет, это дело не века. Дело в том, что мы раз, наши пророки, сын не умеет. За этого мы бараны рыдем и передаем бедным, вот, народу, людям. Но, а Аврааму-то вменилось в праведность то, что он поверил в Богу, поверил в то, что Бог силен воскресить его сына. И за эту веру Бог его благословил. То есть, он увидел, что он готов сына-то убить. И ангел его остановил, говорит, сына не убивай, убей барана. И это вера в то, что, да, ну ты бы смог бы, вот, Аллах бы тебе пришел бы и сказал, отдай мне сына своего. Я сам нет. Ну, значит, веры твоей нету, ты не верующий, никакой ты не мусульманин, согласно вашему празднику. Нет, нет, это я с вами согласен, да, я, ну. А Бог христианский отдал сына своего единородного, дабы всякий верующий у него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог сам своего сына Иисуса Христа отдал жертву на кресте. И мы в это верим, он нас, грешников, полюбил. И мы должны принять эту жертву и поверить. Зачем Богу бараны? У него и так все бараны, все его. А вот любовь, вера, что ты для Бога можешь с тобой пожертвовать. Или ты ради друга, вот, например, друга твоего, у тебя есть друзья, которого ты любишь, прям он готов за него умереть. Вот, знаете, вот, ну, я просто, я вот могу вам сказать, да, вот, я просто так говорю, да, вот, ну, сам себе, я-то, вот, я мусульманин, да, а так я конкретно, вот, в Коране так написано, да, вот, так я не смогу жить. Так и мы тоже не сможем жить, как в Библии написано, потому что все согрешили, ну, Адам с Евой согрешили, и грех вошел теперь в эту нашу плоть, и наша плоть, она греховная, и мы склонны ко греху. Но Бог не может прощать просто так, он должен кого-то, жертва должна быть пронесена. Раньше за грех приносили иудеи в жертву баранов, в козлов, жертву милостивляли за грехи. А потом, но это прообразно указывало на жертву Христову, то есть теперь мы верим, теперь мы, христиане, в жертву не приносим животных. Мы причащаемся тело и крови Христовой. Под видом хлеба и вина мы соединяемся с Богом. Мы верим, что Он за нас, ши грехи, умер и воскрес. И Господи, прости мои грехи. И батюшка говорит, властью данную мне от Бога прощаются тебе грехи. Я теперь верю, что мой грех прощен, что вместо меня умер Христос. И по этой вере я унаследую Царство Небесное. А у вас ничего этого нет. То есть вы грешите, ты не знаешь, попадешь ты в рай или в ад. Я точно знаю, что если я буду исповедовать Иисуса Христа Господом, что Он умер за мой грех личный, за меня, за тебя, за друга, за моего. И те, кто в это верит, все спасемся, все в рай попадут. А у вас этого нет. Хорошо, вопрос можно? Да. Вот, тогда вы мне скажите, пожалуйста, да, скажите, вы уверены, да, допустим, да, вот, вы, ну, согрешили вот нарушение, да, вы все равно вот, ну, тут тебе это рай будет, все правильно, да? Вы как говорите, да? Да, я верю, что если я согрешил и попрошу у Бога прощения, я верю в Его милосердие и верю в Его справедливость. То есть я верю, что Он должен кого-то убить за этот грех, за непослушание, потому что Он творец всего, и Он не должен допускать греха, зла в этом мире. Он должен это зло остановить, зло должно быть остановлено. У нас то же самое, вот, Аллах говорит, короче, вот, молить надо вот меня, чтобы я тебя просил. Вот, хорошо, вот, вы мне скажите, вот, в соцсвете вот, да, вот, кто-то вот сюда обратно переехал, вот, да, вот, сказал вам, вот, ну, я, да, в соцсвете, короче, пошел, я ранен, короче, вот, ну, полгода, год или два года жил, опять вот сюда вот вернулся. Есть такой человек, что, что будет за что? Иисус Христос, вот, мне Библия говорит, я в это верю, что Он умер, что Он три дня был во гробе и воскрес, и Он потом сорок дней ходил, так в Библии написано, и проповедовал. Я в это верю, что Он был, умолил Отца Своего Небесного, показал Ему раны и сказал, я теперь умер за грехи людей. И Бог поэтому прощает. Нет, это Иисус, давай не будем сравнять, короче, вот, но я, я, вот, Иисусом не могу, вот, просить, потому что, вот, руками сравнять, потому что я обычный простой человек, а Он пророк. Да, Он Сын Божий, Единородный Исущий, это Он Бог, пришедший во плоти, Он может один за всех грехи, за всех людей умереть. Однажды жертва пронесена, и все, кто верит в это, то спасется, а кто не верит, не спасется. Потому что ты согрешил, ты же должен пойти в ад. Нет, я, вот, веру, вот, пророк, вот, Иисуса, да, вот, ну, да, я это тоже уважаю, вот, ну, я тоже, вот, перезнаю, вот, и пророк. Ну, твое, твое неверие тебе ничего не дает, потому что, ну, согласно Корану, все, кто согрешил, все должны пойти в ад. Только праведники унаследуют жизнь вечную, так ведь? Нет, нет, вот, я же вам сказал, короче, три дешевых, короче, Аллах не будет просить, три дешевых, против родителей, против родителей. Вот, Бог говорит, если ты свой родителей, вот, не уважаешь, значит, меня тоже не уважаешь. Вот, второй грех, самый большой грех, если женщина, или она замужем, или не замужем, беззаконом, короче, встречаешь, это тоже не будет просить. Потому что, если ты человека, вот, заставляешь, как, вот, я, конечно, извиняюсь, ну, она, вот, она, вот, она получается для тебя, для меня, как, вот, ну, шлюха. Если хочешь. Я была дура малолетняя, понимаешь, вот, сатана меня на, 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 отравил. И Бог, то, ваш Бог Аллах говорит, пошла ты, в аду тебе гореть вечно. А наш Бог прощает. И Иисус Христос, когда привели ему женщину, занятую в прелюбодеянии, и говорят, по нашему закону Моисееву, ее должны побить камнями, ибо она мужу изменяла. А что Христос ответил, говорит, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Ты бы побил бы эту шлюху, потому что ты сам шлюх, а тебе совесть не позволит ее побить Потому что ты сам в этом грехе повинен Как ты можешь ее побивать камнями? Нет, никто не согласен, да, вот никто не согласен Ни бой мужик, ни бой мужика Никто не согласен, чтобы его жена, чтобы вот с кем-то встречал Никто не согласен Да это и понятно, что это... В том числе, в том числе, вот женщина то же самое Женщина то же самое Вот, Аллах говорит, я тебя создал, отдал жизнь Живи, короче, как надо Но ты же сам говоришь, не получается как надо И что теперь, все в ад пойдут? Нет, хорошо, ну допустим, я женщина, да, вот я женщина Вот, а сегодня, короче, например, говорю Сегодня я, вот, ну, чем-то встречал, завтра другой После завтра другой Ну, это что за жизненно? Ну, хорошо, тебя поймали и сказали, сейчас я расстреляю А ты заплакал и говоришь, простите, люди, я больше так не буду, я осознал Простите, ты бы хотел, чтобы тебя простили После этого, что ли? Да После этого, конечно, это же... Вот наш Бог христианский прощает, а ваш не прощает Нет, у нас тоже прощает Ты же сам сказал только, что есть три греха, которые не прощают Шлюхи, у вас все идут в ад Да, конечно Ну, а если она покаялась, если она покаялась, вот пришла ко Христу и слезами вытерла ноги его И ей говорят, о, если бы это был пророк, он бы знал, что эта шлюха к нему пришла Он говорит, она уже не шлюха, она больше никогда этого делать не будет А она теперь святая Пророк, если, ну, вот по нашим законам, вот все, короче, вот, ну, человек, если от души, вот, ну, чисто душами, да, вот, перезнают свои, вот, вот, грехи, да, вот А уже, вот, назад идет, уже по-другому начинаешь Может быть, вот, пусть простит Это под вопросом То есть ты не знаешь, простит или не простит Да, что простит я не могу гарантировать А я знаю Вот моя религия дает мне веру, что если я исповедую Иисуса Христа То, что он вместо меня умер на кресте за мой грех, за грех этой шлюхи моей сестры Допустим, твоя сестра родная, у тебя есть сестра? Да, есть И вот, допустим, вот она вот Вот она и Вот, допустим, вот она согрешила Какой-то там хмырь ее совратил И по вашему закону ее должны убить, так? Да А она говорит, братик дорогой мой, я не хочу умирать Увези меня в Россию куда-нибудь Вот ты увезешь ее, спасешь? Или сам зарежешь? А я, ну, если я себя достойно не зачитаю Я, в первую очередь, я должен, короче, это сами Этот человек вообще убирать А в Коране написано, ты должен умирать Это убивать человека Но ты ее, ну, ты ее, ты ее попытаешься спасти как-то или нет? Она будет плакать, братик дорогой, я больше никогда этого не буду Вот бес попутал меня Я, я вот могу Или убьешь? Я, вот, если я, вот, это самое Ну, если она будет со мной, короче, согласен, да? Вот, допустим, да, вот Но в этом городе она больше не будет Иди, короче, дальше, короче, вот, ну Куда подальше, короче, чтобы никто тебя ничего не знал Тогда, да, вот, ну, как-то, что-то можно А так, законом, короче, не сделайте Женщина, это должна уметь один мужчина, все Хорошо, а мужчины, которые женам изменяют по вашему закону, они как? Это тоже грех Тоже грех? Ну, а почему тебя до сих пор, братья-то, твои не зарезали, не убили? Они же знают, что ты в блуде живешь? Нет, это, ну, об этом же никто не знает Ну, как никто не знает, я знаю уже Да, вот, я вам просто... Ты же мне исповедовал этот грех, как? Ты мне открыла его этот грех А как ты, Аллах же все видит, как? И что теперь? Как теперь у него прощения попросить? Как ты узнаешь, что он простил тебя? Я только, собственно, буду знать А там поздно будет, в ад пойдешь Надо при жизни принять Иисуса Христа, принять, что он умер за твой грех прелюбодеяния Поверить ему и попросить у него прощения, и тогда он простит тебя Сходить в церковь православную на исповедь и покаяться Я вообще... Если ты этого не сделаешь, душа в ад пойдет Не обольщайся, сатана тебя обманывает Во смесье за грех смерть Смерть... Я пророк Иисуса, да, вот, пророк Иисуса Против ничего не могу говорить А ты против ничего и не скажешь, потому что он истинный Бог Да Вот И пророк Мухаммаде То есть Ну, то есть Сколько вот пророк есть Я против ничего не могу говорить По поводу Библа я тоже вот принимаю Вот у нас хоран написано Вот, если вот я... Но меня нету, да, вот, какой-то выход, да, вот Ну, рядом только есть Вот Такой святой Церковь Я чисто от души умею право зайти туда, свои намазы читать Вот Ваши вот церковь, да, вот Для нас, короче, тоже вот открыты По закону Я могу вот зайти туда Своей вот, это самое, вот, намазы читать Вот Свои молитвы читать и выйти А христианин, если в вашу церковь в мечеть зайдет И начнет свои молитвы читать Что вы сделаете? Это Это Никто Вообще никто Вот Это Вот мечеть, да, вот Даже вот Собака Собака Если зайдет Никто не имеет права вот обижать Никто не имеет права Ну Я знаю, я знаю Мой духовный отец Игнатий Латкин Он Заходил в мечеть и там молился И он Был в гостях у Муллы И проповедовал там о Христе Он миссию делал Это я знаю, да Это я знаю, что у вас Вы не обижаете никого Но однако же Вы сестер своих, которые согрешили Готовы резать Нет Это Вот Просто Коран Вот Нет Это Я согласен Коран И так не написано Короче Если Допустим Да Жена Изменяет Ты должен Убивать Нет Так не написано А что должен Ты должен Выгнать ее из города Или развести с ней Да Да Все Отойди Подальше Все Ну Вот Про Мариан Ты не читал В Библии Вот Дева Мария Которая О Ты мусульманин Ты что Куришь Что ли Вам Коран Не запрещает Курить Коран Нет Не запрещает Да ты что Это грех Самоубийство Ты сам себя Убиваешь Написано Не убей Нет Нет Это грех Это грех Это грех Ну а зачем Ты грешишь Ну а что Мне делать А ты неверующий Получается Совершенно Ты не веришь Ты не веришь Что Бог Ты безбожник Ты не веришь Что Бог За грех Наказывает Что мне делать Да бросай Курить Да зачем Ты такой Молодой Детей хочешь А курить А тебя ребенок Может нездорово Родиться И всякое Господь Проклянет За этот грех Оставь Это Нечестие У нас Святые отцы Говорят Кадильница Дьяволу Куста Которые Курят Ты дьяволу Кадильница Сатане У вас же Алкоголь Это Зеленый Шайтан Кровь Шайтана Это водка Называется Так вы Называете Да А мы Это Демонская Кадильница Который Табак Тоже самое Тоже грех Считается Это Убийство Это Тоже Сам Тебе Короче Баранее Убиваешь Тоже Нельзя Ну Нельзя Давай Прекращай Я верующий Человек Ты Меня Зачем Соблазку Тоже Я Можешь Глядя На тебя Тоже Начну Курить Зачем Ты Меня Грех Талкиваешь Бросает Нет Я Вам Я Вам Не Заставляю Не Говорю Не Курите Ради Бога Не Курите Это Вообще Это Сам Тебе Заставляет Я Курил Я Бросил У Я Сам Не Мог И Ты Сам Не Можешь Без Христа Ты Не Можете Делать Ничего Если Ты Не Веришь В Христа То Ты И Курить Не Сможем Бросить Нет Ты Не Веришь Что Он Умер И Воскрес Умер За Твои Грехи Ты В Это Не Веришь Поэтому За Это Не Веря Ты Сам Должен Будешь Пойти В А Хорошо Люди Убили Вы Вообще Видели Его Как Снимали Как Издевают Люди Пророк Иисус Ну Фильмы Поставлены Я В Это Верю Просто В Библию Это Написано Блажен Кто Не Видевший И Уверовавший Так Я Этого Не Видел Но Я Это Верю Что Его Прибили Гвоздями К Кресту Что Его Сняли Положили Во Гроб Потом Пришли Ученики Его Там Охрана Стояла Они Зашли Камень Был Отвален Они Зашли Во Гроб И Тело Его Не Увидели Он Воскрес А Эти Фарисеи Церковники Сказали Что Ну Вы Охранникам Скажите Всем Что Вы Спали И Его Тело Украли Обманули Как Если Они Спали Они Как Могли Видеть Это Не Украли Это Просто Бог Человека Забрал Забрал Чтобы Дальше Никто Не Избивали А Почему Мы Убили Вообще Пророк Иисусе Потому Что Так Богу Было Угодно Чтобы За Грехи Людские Кто Умер За Грех Это План Божий Возмездие За Грех Смерть Кто Толжен Умереть Был А То Что Животных Проносили Это Образно Указывало На Иисуса Христа Рыжие Телица Это Было Все Пророк Иисус Пророк Иисус Он Начал Нам Объяснить Как Надо Жить Ну Ради Власа Ради Власа Допустим Я Вы Короче Олег Он Короче Какой То Гоняет Вот Бог Нет Короче Не Су Не Может Быть Короче Вот Сейчас То же Самое Так же Есть Вот Индия Вот Они Короче Это Самое Бараны Вот Курица Короче Ничего Не Кушают Есть Там Христиане Есть Там Миссельмане И Есть Сам Это Как Называется Вера Я Затого Как Называется Ну Они Индусы Они Верят В То Что В Перевоплощение Душ Что Раньше Был Поросенком Потом Котенком Потом Душа Переселяется Из Одного Места В Другое Вот Это Такая Религия Индусы Высоцкий Про Ее Поет Эту Песню Еще Да Нет Конечно Человеку Предстоит Умереть А Потом Суд Все Один Раз Мы Живем И В Этой Жизни Должны За Гробом Нет Покаяния То Есть Мы В Этой Жизни Должны Покаяться Что Значит Покаяние То Твоя Сестра Если Она Занималась Этим Непотребством Она Больше Если Перестанет Этим Заниматься Бог Ее Простит Если Не Перестанет Бог Ее В Отправит Вот Это Наша Религия А Вашей Религии По Аллаху То Если Она Согрешила Один Раз Мужу Изменила Все Она Однозначно Пойдет В Я Конкретно Вопрос Не Могу Ответ Потому Что Я Пока Своим Главам Не Видел Так Ты Аллаха Не Видел Своими Глазами И Мухаммада Ты Не Видел Как Ты Им Веришь А Иисуса Христа Не Веришь Зато Их Чудо Иисуса Христа Нету Чудо Воскресения Он Людей Воскрешал Это Иисус Тоже Чудо Был А Мухаммад Какие Чудеса Творил Он Мурок Что Был Например Мурок Например Больных Исцелял Нет Нет Христос Исцелял Мертвых Воскрешал Мухаммад Да Мертвых Воскрешал Оживлял Не знаю Христос Оживлял Его Ученики Оживляли Слепые Прозревали Пророк Да Слепые То есть Он Слепым Возвращал Зрение Мухаммад Да Было Такое Чудо Да Христос Христос Тоже Такое Чудо Вот Маленький Резонок Так Делал Вот Потом Был Бесноватые Люди Бесов Изгонял Пророк Мухаммад Из людей Вот Бесноватый Который Пену Пускал Голый Ходил Сумасшедший Ему Господь Иисус Христос Обратно В мозги Вставлял Тоже Мухаммад Это Делал Да Это Пророк Иисус Тоже Делал Мухаммад Тоже Делал Ну Вот Ты Говоришь Не Помню Я Честно Говорю Коран Не Читал Вот Я Начинал Читать Мне Что-то Не Не Легло На Сердце Библия Нет Это Если Желательно Конечно Там Плохое Ничего Не Написано Но Вот Но Мне Показался Вот Ваш Аллах Показался Жестокий И ты Мне Сейчас Говоришь Я Не Хочу В Такого Бога Верить Который Не Прощает Нет Это Жестокое Нет Аллах Не Жестоко Не Жестоко Но Ты Сам Только Что Сказал Дорогой Что Есть Три Греха Смертных Которые Аллах Не Прощает Да Конечно Не Прощает Значит Он Жестокий Я Не Хочу В Такого Бога Верить Это Это Не Жестоко А Что Это Справедливо Вот Хорошо Хорошо Мы Согласен Вообще Согласен Ваш Ребенок Просит Бать Пути Жить Нет Конечно Не Согласен Вот Аллах Тоже Говорит Короче Вот Я Создал Я Тебе Дал Жизнь Живи Короче Как Надо Зачем Я Должен Кого Убивать Хорошо Допустим Мой Ребенок Восстал На Меня Восстал На Меня Забрал И Деньги Мои Украл И Ушел В другую Страну Уехал Там Вот Я Вот Я Знаю Что За Это Бог Его Должен Убить За Это Непочтение К родителям Но Потом Прошло Два Года Он Там Обанкротился Со Шлюхами Все Это Пропил Там Проел И Он Умирает С Голод И Приезжает Обратно Ко Мне В Россию Говорит Папочка Прости Меня Я Больше Так Не Буду И Что Я Должен Сделать Спасать Спасать Человек Как Спасать Он Согрешил Против Меня Бог Его Должен Убить Нет 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 Вот Если Он Чистый От Души Перенимает Должен Спасать Человек То Есть Ваш Аллах Все Таки Прощает Если Человек Кается Да Вот Допустим Да Вот Конечно Будет Простить Будет Простить А Тебя Простит Меня Да Я Буду Я Буду Умолять Но Ты Он Жен Должен Тебе Аллах Поверить То Есть Ты И И И И И И Должен Перестать Больше Женщинами Спай У Уже Он Будет Через Душа Вот Просто Так Язком Говоришь Да Вот Прости Меня Бог Пожалуйста А Есть От Души Говоришь Чисто Душами Ну а Ты Ты Можешь Сказать От Души Бог Прости Меня Пожалуйста Я Больше Никогда Не Буду Курить Это Грех Да Не Готов А Когда Ты Будешь Готов Если Ты Завтра Умрешь Значит Все Бог Тебя Ты Не Успел Прощение Попросить Значит Ты В ад Пойдешь Да Ты Не Успеешь Ты Понимаешь Ты Вот Уснешь И Не Проснешь И Душа В Аду Окажется Надо Успевать Ныне День Спасения Ныне Сегодня Покайся Встань В Бога Попроси Прощения Во Имя Иисуса Христа И Ты Поверь Что Христос Умер За Твое Курение За Твое Пролюбодеяние И Бог Простит Тебя А Раз В Товери Нет Гнев Божий Пребывает На Тебе Ты Рано Или Поздно Умрешь И Душа В От Пойдет Душа Та Бессмертна Но Ты Жив Это В 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 Тебя Крест Крежет Зубов Будет Как Ж Я Была Возможность Покаяться И Перестать Это Курить И Блудить А Вот Почему Ты Этого Не Сделал Не Готов Не Готов Так Мы Все Не Готовы Поэтому И Христос Умер За Нас Ты Только В Это Поверь Прими Господь Тебе Даст Силы Бросить Курить Мне Жидал Бросить Курить И Блудить А Не Курю Не Брошу С Женщинами Не Общаюсь Я Один Живу Монах Я Поверил Это Вот Истинная Вера Православная А Ты Говоришь А Я Не Могу Хорошо Я Вас Понимаю Хорошо Вот Допустим Да Вот У У У Организм Живой Правильно Конечно Я Живой Человек Сижу Перед Тобой Да Вот Хорошо Воздержание Это Называется Воздержание Воздержание То есть Я Воздерживаюсь От Курения От Вина От Женщин Это Воздержание Я Знаю Что Это Грех И Мне Это Не Полезно Если Я Буду Общаться С Женщинами Я Могу Умереть От Спида Если Я Буду Курить Я Могу Умереть От Рака Господь Уже На земле Наказывает Наши Зачем Это Делать Хорошо Хорошо Вот Я Если Ваши Организмы Требуют Я Живу Один Правильно Он Требует Организм Мой Требует А душа Говорит Это Грех Это Богу Противно Ты Будь Верный Богу Я Своё Тело Разве Я Отдам Блудницам Если Я Член Христовый Да Не Будет Этого Если Ты Знаешь Что Аллаху Противно Что Ты Блудишь Что Как Ты Его Любишь Своего Бога Или Не Любишь Как Ты Его Огорчаешь А На деле Куришь А На деле Бог Хочет Чтобы Ты Здоровенький Рот Чтобы У тебя Здоровье Было Чтобы Ты Солдат Был Мужик Настоящий А Ты Куришь У тебя Легкие Сейчас Завтра Выпадут И Чё Ты Кросс Пробежать Даже Не Сможешь Война Начнется Сдохнешь Нет Я Согласен Согласен Так Кайся И Бросай Курить А Силы Тебя Нет В Это Веры Нет Вера Отслышания Отслышания От Слова Божия А Слово Божия В Библии Написано А ты Не Читаешь Не Признаешь Поэтому Нет Веры Поэтому Ты Еще Во Придешь К покаянию И Как Я И Курить Бросишь И Женщин Бросишь Или Может В раю С тобой Устретимся И Обнимемся Нет Ну Как Я Могу Бросать Это Сам Если У Мен Двое Детей Бросать Кого Курить Я Тебе Говорю Я Не Говорю Жену Бросать У Тебя Жена Есть Одна А Если Ты Вторую Приведешь И Она Обрадуется Нет Почему Ты Скажи Аллаху Как Это Скажу Это Аллах Разрешает Как Он Может Разрешать Вам Бог Если То Что Твоей Жене Не Понравится Он Не Может Так Разрешать Это Что Неправильно В Коране У Написано Нет 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 Ну Как Правильно Если Твоей Жене Не Понравится Твоя Жена Мужа Привела Второго Тебе Понравилось А Нет Ну И Ей Так Жене Ей Так Жене Поэтому Четыре Это Нет Одна Одна В Библии Одна Нет Это Библия Тоже Одна Я С Того Согласен Просто Аллах Не Говорит Это Само Одного Возьми Короче Второй Третьей И Чтобы Она Жили От Голода Умирали Нет Не Не Согласен Четвертой Женой Быть Там Или Второй Или Третьей Или Мужу Нет Это Хорошо Почему Вы Сейчас Живете Грубо говоря Холостой Не Женатый Заботится Как угодить Господу А женатый Заботится Как угодить Жене А ей Никогда Не угодишь Согласись Чего бы то Я там Не покупал Она все Время Все Время Недовольна Будет А я Для Господа Живу Я Благовестую Чат Рулетки У меня Я Ничем Не связан Апостол Павел Говорит Хорошо Вам Оставаться Как я А он Детственник Был Или Разведенный Сейчас Мы точно Не знаем Хорошо Вам Не касаться Женщины Хорошо Я это Испытал На себе Да Плоть Она Я живой Она требует У меня Я не Скапец Ничего У меня Все нормально Функционирует Но я Обхожусь Я помолился Сейчас Пост У нас Идет Женщину Когда Охота Наешься До вина Напьешься И дальше Понесло Тебя А когда Я поищусь Мне уже И не до Женщин Я работаю Тружусь И благоветствую Боге Рассказываю Людям Заблудшим Грешником Грешником Ну как Требуют Требуют Ну и Ну и Требуют Но Женюсь Я Одно Зачем Мне Еще Четыре Содержать Да Это Безумие Какое То Да Женам Это Не Нравится Нет Дорогой Мой Это Коран Неправильная Библия Несвященная Он Единственно Правильный Путь Он Нехороший Его Истина Одна Все Остальное Ложь Иди Христос Говорит Я Есть Истинный Путь Верующий В сына Имеет Жизнь Вечную Неверующий Не Увидит Жизни Но Гнев Божий Пребывает У Веры Что Ну как Как Вы Не Верите Что У Аллаха У Бога Есть Сын Как У Тебя Есть Сын У Тебя Есть Сын А У Бога Нет Сына Христос Говорит Я И Отец Одно То Есть Он Видимом Образе В Теле Он Стал Человеком Бог И Пришел На Землю И Был На Земле Чтобы Мы Стали Богами Чтобы Мы Не Умерли Чтобы Унаследовали Жизнь Вечно Поверь В Поверь Дорогой Поверь Жизнь Изменится Я Я Я Да Это Не Просто Пророк Он Был Обещанный Пророк Обещанный Богом Что Постанет Пророк Из Вас Его Слушайте Его Слушайте Этого Пророка Вы Не Слушайте Христос Говорит Я И Отец Одно Одно Я Бог Пришедший Во Плоти Христос Говорит И Мы Верим В Него Как В Бога А Вы Не Верите В Аллаха Который Не Прощает Грехи Или Прощает Вы Сами Запутались Не Знаете А у Нас Все Четко Уверил Во Христа Принял Его Жертву Принял Что Он Вместо Тебя Умер Все Теперь Перестаешь Грешить И Живешь Для Христа Для Бога Новой Жизнью Безгрешной Тогда В Рай Пожалуйста А У В Грешишь Каешься Попадешь В Рай Не Попадешь Ничего Не Известно Туман Один Один Туман И Дым И Надмен Ничего Непонятного Ты Меня Не Убедил Вашу Мусульманскую Веру Переходить Нет Нет Я Своим Глазами Не Видел Я Захрыты Глазами Никак Не Могу Сказать Да Вот Я Грех Короче Делал Короче В тот Севете Короче Я буду Рай Попасть Это Невозможно Потому что Я Своим Глазам Ничего Не Видел Но Ты Ж Веришь Что Грешники Будут Все В Аду И Это Справедливо Нет Это Тоже Тоже Под Вопрос То То Ты Хочешь Чтобы Грешники Попали В Рай Я Вообще Это Вот Я Вообще Это Вот Молюсь Аллаху Да Вот Но Бог У кого Есть Гереха У кого Нет Гереха Да Вот Чтобы Всем Разницы Нет Короче Под Христиан Под Мусульман Под Короче Евреи Короче Разница Мне Разницы Нет Чтобы Народ Люди Вечная Жизнь Да Получается Вечная Жизнь Правильно В тот Севете То Есть Ты Хочешь Чтобы Все Спаслись Все Попали В рай И Бог Тоже Этого Хочет Но Такое Невозможно Потому Что Бог Справедлив Если Он Сказал Он Не Может Своё Слово Нарушить Он Сказал Возмездие За грех Смерть Смертью Умрёте Если Согрешите И Мы С тобой Должны Умереть Должны В ад Пойти Все Мы Согрешили Перед Богом Как Теперь Быть А Вот Выход Иисус Христос Не Иисус Христос Иисус Христос Я Согласен Он Короче Будет Спасать Он Спаситель Иисус Переводится Спаситель Он Спасает Нас От Грехов Наших У меня Телефон Звонит Извини Дорогой Ладно Все С Богом Приятно Было Пообщаться Давай Все Все Хорошо Алло Доброе